В операционной системе Windows 7 имеется встроенная функция под названием BitLocker2Go. Суть ее заключается в том, что она позволяет шифровать данные на сменных носителях, таких как подключаемые жесткие диски и флешкарты. В результате чего зашифрованные данные становится возможным просмотреть только если вы знаете пароль. Кстати, есть один момент, скажу его сразу, чтобы потом не забыть. Данная функция доступна только в редакциях операционной системы Windows 7, таких как Windows 7 максимальная и корпоративная. По-английски это называется Ultimate и Enterprise. В более младших редакциях, семерки, данная функция отсутствует. Ну а теперь рассмотрим на практическом примере, как ей пользоваться. Для этого я вставляю в USB разъем своего компьютера флешку. С помощью проводника посмотрим, видна ли она. Да, вот она. Сейчас на ней ничего нет. И нам необходимо на нее поместить какие-то данные, чтобы было что зашифровывать. Давайте из рабочей папки скопируем, например, две вот эти вот папки с фотографиями. Копировать. И вставляем их на нашу флешкарту. Зайдем внутрь каждой папки, чтобы проверить, скопировались ли данные. Да, вот фотографии есть. И во вторую папку. Все нормально. Сейчас это у нас просто флешка. Если вставить ее в любой компьютер, то без проблем любой пользователь получает доступ к этим фотографиям. Для того, чтобы поставить пароль на эту флешку, заходим в панель управления. Для этого нажимаем кнопку «Пуск», раскрываем панель управления и выбираем здесь пункт «Шифрование диска BitLocker». Здесь отображается список всех дисков, включая встроенные жесткие диски в компьютере. Их мы шифровать не будем, нас интересует подключенная к компьютеру флешка. Находим соответствующую строчку и нажимаем в ней на ссылку «Включить BitLocker». Здесь нам необходимо поставить галочку «Использовать пароль для снятия блокировки диска». И в два текстовых поля, которые имеются, нужно придумать и ввести этот самый пароль. Минимальная длина пароля здесь составляет 8 символов. И чем сложнее он будет, тем труднее будет получить доступ, то есть подобрать пароль к данным на этой флешке. Поэтому не надо использовать какие-то простые слова или последовательность одинаковых цифр. Пароль должен содержать большие и маленькие буквы английского алфавита, цифры и различные символы. Такие как знак решетки, доллара, собачку, восклицательный знак, различные скобки и тому подобное. Если вы создадите пароль подобным образом, и его длина будет не менее 15 символов, то такой пароль подобрать будет очень сложно. Так, когда ввели пароль в оба поля, нажимаем «Далее». Теперь система предлагает сохранить ключ, который потребуется для восстановления доступа к имеющимся на флешке данным, в том случае, если вы забудете пароль. Ключ можно либо сразу напечатать на бумаге, для этого необходимо кликнуть на вторую строчку, либо сохранить в текстовый файл ваш компьютер. Давайте сохраним файл, выбираем первую строку, выбираем ту папку, куда будет производиться сохранение, сохраним рабочую папку, и файл имеет вот такое название «Ключ восстановления BitLocker» и дальше «Последовательность из букв и цифр». Нажимаем «Сохранить» и жмем «Далее». После чего нажимаем кнопку «Шифрование», для того, чтобы начался процесс шифрования данных на диске, который мы сейчас и будем наблюдать. Скорость этого процесса зависит не от количества данных, находящихся в данный момент на диске, а от общего размера диска, потому что шифруется все пространство на диске на сменном носителе, включая и пустое место. То есть от и до в полном объеме производится шифрование всего носителя информации. Поэтому чем он больше, тем более длительным будет данный процесс. Если у вас подключена не флешка, а какой-то жесткий диск внешний на несколько сотен гигабайт, тогда этот процесс может занять несколько часов. Но тем не менее, если для вас важно сохранить конфиденциальность хранящихся на нем данных, то это приемлемое время для ожидания. После окончания процесса шифрования закрываем это окно. И теперь давайте извлечем флешку, и потом снова вставим ее, чтобы понаблюдать, как работает защита данных BitLocker. Вот, кстати, на флешке появилась папка System Volume Information, которая содержит в себе системные данные, необходимые для расшифровки информации на флешке в случае ввода правильного пароля, либо для скрытия, для блокировки доступа в случае, если пароль будет введен неправильно. Для корректного извлечения флешки раскрываем в трее иконку извлечения съемных устройств, выбираем здесь «Извлечь» наше съемное устройство, и теперь вытаскиваем его. Дальше представляем, что мы принесли флешку на какой-то другой компьютер, допустим, из дома на работу или наоборот, вставляем ее в этот компьютер, запускаем. А, ну вот автоматически появляется всплывающее окно, в котором предлагается ввести пароль. Если сейчас запустить проводник, то в списке дисков этой флешки пока просто нет, то есть ее невозможно просмотреть. Сейчас я попытаюсь ввести неправильный пароль. Ввожу, нажимаю «Разблокировать». Появляется сообщение «Введен неправильный пароль». И таким образом тот, кто не знает пароля, не сможет получить доступ к этой флешке и даже увидеть список имеющихся там файлов. Теперь я ввожу правильный пароль. Кстати, еще если вот здесь поставить галочку «В дальнейшем автоматически снимать блокировку с этого компьютера», то при последующих включениях заблокированной флешки именно в этот, конкретно в этот компьютер, пароль больше спрашиваться не будет. Но если вы вставите флешку в любой другой компьютер, то необходимо будет вводить пароль, если вы там тоже не установите данную галочку. Но она, естественно, сработает только после ввода правильного пароля. Итак, правильный пароль ввели. Нажимаем «Разблокировать». Все, окно исчезло, а флешка появилась в списке дисков в проводнике. И с ней можно также работать, как с обычной флешкой. Единственное, что все данные здесь на лету шифруются и дешифруются при их просмотре. Мы можем удалить отсюда любые файлы. Можем записать новые. Допустим, из рабочей папки возьмем вот эту папочку, скопируем. То есть вы видите, что все происходит как с обычной флешкой, никак не защищенной от просмотра. Теперь давайте посмотрим, какие есть параметры для диска, для носителя информации, у которого включено шифрование BitLocker. Для этого заходим в панель управления, входим в пункт с одноименным названием «Шифрование диска BitLocker». И здесь, в соответствующей строчке, в строчке нашего диска, нашего носителя, нажимаем на ссылочку «Управление BitLocker». И появляется окно, которое содержит несколько параметров, которые мы можем изменить. С помощью первой строки мы можем поменять пароль. То есть просто вводим новый пароль один и второй раз. Можем удалить пароль для этого диска. А нет, не можем. Поскольку пароль является единственным средством снятия блокировки с этого диска в данный момент, то его удалить нельзя. Существует еще такое средство снятия блокировки, как смарт-карта, но мы его не рассматриваем. Если бы она использовалась, тогда пароль можно было бы отменить. Так, сохранить или напечатать ключ восстановления. Сейчас мы это рассмотрим. А про последний пункт я уже говорил, что можно там поставить галочку в окне ввода пароля, для того, чтобы на конкретном компьютере пароль больше не спрашивался. Но данные остались бы на сменном носителе зашифрованными. А вот теперь рассмотрим ключ восстановления. Так, я сейчас снова извлеку нашу флешку из компьютера. Вставлю ее. Сейчас появится окно для ввода пароля. И представим, что вы напрочь забыли пароль. Пробуете различные варианты, но ничего не подходит. В таком случае поможет ключ восстановления, тот, который мы создавали при шифровании информации на диске. Для этого нажимаем кнопочку «Забыли пароль». Выбираем пункт «Ввести ключ восстановления». И сейчас нам необходимо найти тот файл, текстовый файл, с ключом восстановления, который мы сохраняли при шифровании. Находим этот файлик, сохраненным в нашей рабочей папке. Открываем его. И здесь нам необходимо из последней строчки «Ключ восстановления BitLocker» скопировать вот эту длинную цифровую последовательность. Вводим ее в поле для ключа и нажимаем «Далее». Система проверяет, правильный ли это ключ восстановления. Определяет, что да, он верный. И открывает нам временный доступ к нашему носителю информации. Временный, потому что если мы флешку вынем и снова вставим в этот или в другой компьютер, то нас снова попросят ввести пароль либо опять же ключ восстановления. Но пароль лучше не забывать, лучше куда-то записывать или запоминать, потому что ключ восстановления – это аварийное средство для получения доступа, которое не должно использоваться постоянно. Если в какой-то момент вы захотите отменить шифрование информации на диске, то тогда необходимо в панели управления, вот в этом разделе «Битлокер», нажать на ссылку «Выключить битлокер» в соответствующей строке. Если здесь нажать «Выполнить расшифровку диска», то все данные будут расшифрованы и флешка станет самой обычной. Но расшифровка может занимать тоже большое количество времени в зависимости от размера носителя информации. Поэтому делать я сейчас не буду. Ну и напоследок хочу обратить внимание на два момента. Первый заключается в том, что если вы попытаетесь открыть информацию с флешки, зашифрованной средством «Битлокер» в операционной системе Windows 7, и вы попытаетесь ее открыть в Windows XP или Windows Vista, то вы сможете там ввести пароль и получить доступ к этой информации. Но только на чтение. Записывать информацию на эту флешку в таких операционных системах будет нельзя. И второй момент относится в целом к различным средствам ограничения доступа к информации и ее шифрования. И заключается он в том, что таким образом вы можете ограничить доступ и спрятать информацию от простых пользователей, от обывателей, в принципе, от продвинутых пользователей. Но для любого метода шифрования и защиты информации всегда существуют методы ее взлома, их взлома. Поэтому если у вас какая-то сверх конфиденциальная информация, относящаяся к коммерческой тайне, к каким-то секретным разработкам, к финансам и тому подобное, то есть все, что должно быть защищено как-то серьезно, то для этого используются платные многоуровневые системы защиты. А средства, подобные BitLocker, которые мы рассмотрели в этом уроке, применяются для домашних пользователей, для каких-то некритичных задач, наподобие той, чтобы защитить информацию от простого человека, который, допустим, найдет потерянную вами флешку или ее у вас украдут, и чтобы они не могли там все просмотреть. То есть каждое средство защиты имеет свою область применения, и BitLocker применяется вот для того, для чего я сказал.